Дорожники рассказали о ремонте пешеходных мостов в Гомеле. Можно ли белорусским таксистам кататься по личным делам? А Гомельчанка рассказала, как ей удалось заработать на расхламлении. 18 марта на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас на это денег нет, говорил Шарик из известного детства Простоквашина. Доля правды в его словах есть, но он даже не догадывался, сколько лишних и в то же время ценных вещей спрятаны в антресолях и у задних стенок шкафов. Гомельчанка Ольга уже не один год активно пользуется площадками по онлайн-продаже, что приносит ей минимум по 150 рублей ежемесячно. Девушка рассказала, почему одни вещи забирают чуть ли не в первый день, а вторые годами висят невостребованными. Где обычно мы неосознанно прячем хлам и как организовать продажу с минимальной потерей времени? Обязательно почитайте материал сильных новостей, ссылку на который мы оставим в первом комментарии под этим видео. Дорожники рассказали о ремонте пешеходных мостов в Гомеле. Работы могут начать уже в этом году, но это не точно. Как сообщает Белка, ранее в Гомеле объявили тендер на разработку проектной документации для капремонта пешеходного моста через СОЖ и ожидают заключения госэкспертизы по реконструкции Сельмашевского пешеходного путепровода. К слову, это самый протяженный в нашей стране пешеходный мост. Его длина составляет 550 метров. О судьбе двух важных для Гомеля объектов инфраструктуры рассказал директор городского дорожного строительного ремонтного треста Виталий Чахлов. Он напомнил, что первый мост 1968 года постройки, а второй возвели 35 лет назад силами завода Гомсельмаш. За много лет в обоих сооружениях появились дефекты. И пусть они не критичны для пешеходов. Однако требуют ремонта, чтобы ситуация не стала еще хуже. Что касается моста в парке, то после разработки проектной документации должны выбрать подрядную организацию. Это должно произойти уже в этом году. Проект по Сельмашевскому мосту готов и сейчас находится на государственной экспертизе. Результаты ожидаются в апреле. Планируется, что на путепроводе оборудуют поликарбонатный навес, приведут в порядок лестницы, заменят ограждение. А еще будут установлены, не предусмотренные первоначальным проектом, пандусы для инвалидов. Скоро начнутся весенние каникулы. Что предлагают городские власти для детского отдыха. По информации телеграм-канала Владимира Привалова, во время весенних каникул с 24 по 31 марта в Гомеле будут работать 70 оздоровительных лагерей при школах. Там дети смогут присоединиться к экскурсиям, принять участие в интеллектуально-познавательных конкурсах и мероприятиях, посвященных духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. План также включает 38 проектов вторичной занятости. Малый повзрослел. 16-летний житель Жлобинского района за вечер заработал одно уголовное дело и две административки. Молодой человек, будучи пьяным, угнал чужой автомобиль. Сотрудники местной милиции во время дежурства заметили подозрительный Volkswagen, который отъезжал от круглосуточного магазина в Жлобине. Правоохранители решили проверить водителя. За рулем находился 16-летний житель района. Естественно, ввиду возраста прав у него не было. Кроме этого, юный автомобилист был явно пьян. От медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что автомобиль он взял у своего товарища. Правда, предупреждать об этом его не стал. Напарня составили два административных протокола за управление транспортным средством без прав и в состоянии опьянения. Кроме этого, следователи возбудили уголовное дело за угон. За что так можно было мстить? Белорус пробрался в прачечную, загрузил кирпичи в стиралки и включил на полную катушку. Это было в Кобрине. Что стало с техникой, догадаться несложно. Но этого Мстителю показалось мало. Часть оставленной техники он сжег, другую изрубил топором. Ущерба насчитали без малого на 90 тысяч рублей. Мстителя сурово наказали, дали 9 лет тюрьмы. Что послужило причиной таких крутых разборок, не сообщается. Но что-то мне подсказывает шер-шер-ля-фам. Можно ли белорусским таксистам кататься по личным делам? Нельзя, даже если это его собственная машина. Эту тему обсудили на встрече властей и представителей отрасли пассажирских перевозок. Тот факт, что владелец такси не имеет права использовать его для личных нужд, стал для многих неожиданностью. Но согласно недавнему указу об автомобильных перевозках пассажиров, автомобиль, который работает в такси, должен быть окрашен или оклеен в соответствии с регламентом, внесен в реестр и перестает быть личным транспортом. В итоге такси может передвигаться только по нуждам перевозчика и только в рабочее время. То есть на нем нельзя после смены съездить условно в булочную, можно только поставить на стоянку. Когда действительно чужого не надо. Белорус обратился в милицию и за 79 копеек, которые нашел у себя после пьянки. С горячительными напитками переборщил в Ляховичах местный житель. Когда он проспался, нашел у себя в кармане монетницу, в которой было 79 копеек. Мужчина не помнил, откуда она у него появилась и как добросовестный гражданин отправился в милицию. Там он рассказал, что мог взять монетницу в такси. Но без злого умысла просто мужчина был не в себе. Находку зарегистрировали и поместили на охранение в местное отделение милиции. Правда, найти хозяина пока не удалось. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях. Ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok